привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и не так давно мы сняли ролик о том как шарик забрасываемый вертикально стоящий цилиндр катается по его стенкам и вылетает обратно наверх и сделали это вслед за аналогичным роликом стива молда но я должен заметить что и стив воздержался от математического описания явления ограничившись какими-то такими очень как он сам считал поверхностными качественными соображениями и мы в общем тоже пошли по этому же пути а потом мы с алексеем подумали и поняли что мы готовы рассказать всю математику при этом рассказать ее так чтобы отдельные шаги имели свою физическую интерпретацию они были просто формальными преобразованиями и решили это сделать но начнем бы задачи гораздо более простой о том как шарик катается по доске которая под ним движется на столе у меня лежит доска и ее красные метки совмещены с белыми метками стола и я напротив этих меток кладу на доску резиновый шарик а теперь резко двигаю доску доска ушла на какое-то расстояние но и шарик сместился тоже на какое-то расстояние меньшее чем то на которое сместилась доска но оно и понятно ведь когда доска шла в сторону шарик катился по доске в обратную сторону и тем не менее относительно белых меток на столе он все-таки сдвинулся ведь доска тянула его за собой и мы сейчас исследуем это явление более систематично и с этой целью мы построили вот такую установку здесь имеется платформа а по этой платформе будет двигаться доска под действием груза переброшенного через блок с постоянным как мы надеемся ускорением я сюда кладу шарик и отпускаю доску посмотрим что у нас получилось в замедленной съемке доска набирает скорость шар относительно доски катится назад а относительно стола движется вперед посмотрим на графике скорости и мы видим что движение доски и шара происходило равно ускоренно при этом ускорение доски было в три с половиной раза больше чем ускорение шара и теперь мы должны объяснить откуда берется этот коэффициент 7 вторых а для этого нам надо рассмотреть как происходит движение шара под действием силы f которая приложена к этому шару со стороны доски и это сила и разгоняет шар как целое сообщая ему ускорение а и заставляют его вращаться все быстрее и быстрее ну что характеризуется угловым ускорением отмеченным здесь буквой эпсилон ну и теперь мы запишем уравнение движения для поступательного движения второй закон ньютона сила равняется массе на ускорение ф равняется м а а теперь то же самое для вращательного движения только здесь у нас аналогом силы является момент силы сила на плечо на радиус шара потому что это и есть расстояние от точки действия силы до центра масс шара а с этой стороны аналогом массы является момент инерции шара у нас про момент инерции есть отдельный фильм его я рекомендую вам посмотреть аналогом ускорения а угловое ускорение эпсилон и вот у нас получились два уравнения а теперь мы можем силу f исключить из этих уравнений и выразить угловое ускорение через линейные мы получаем что эпсилон равняется р поделить на и ну и умножить на а таков и так с динамикой мы справились получили вот такую формулу связывающие линейные и угловое ускорение я хочу еще раз проговорить в чем ее смысл когда мы кладем шар на доску и дергаем доску доска и ускоряет шар и заставляет его вращаться и эта формула говорит о том как связаны два ускорения а теперь надо перейти от динамики кинематики и главная идея кинематической части задачи состоит в том что шар движется по доске без проскальзывания это означает что скорость доски и скорость нижней точки шара в любой момент времени одна и та же обозначу скорость доски буквой у а что такое скорость нижней точки шара ну она складывается и скорость из которой движется центр шара обозначу и в этой скорости которую приобретают точки шара во вращении относительно центра омега где омега угловая частота вращения радиус а теперь я беру и от соотношения скоростей перехожу к соотношению ускорений дифференцируя по времени скорость доски превращается в ускорение доски обозначу его а со звездочкой скорость центра шара переходит в нижней формуле в ускорение с которым движется центр шара вот это самое а ну а здесь у меня была угловая скорость омега она переходит в угловое ускорение эпсилон и мы получаем вот такую формулу смысл этой формулы состоит в том что шар движется по доске без проскальзывания с полным зацеплением а теперь надо взять эти две полученные формулы и поставить первую которой эпсилон выражены через а во вторую чтобы эпсилон исключить и у меня получится вот такое соотношение ускорение доски а со звездочкой равняется ускорению центра шара а умноженному на вот этот безразмерный коэффициент единица плюс мр квадрате делить на и и этой формулой мы сразу же воспользуемся вспомним что момент инерции сплошного шара составляет две пятых от мр квадрате ну тогда мы сюда подставляем пять вторых единица 5 5 вторых будет 7 вторых ускорение доски это 7 вторых от ускорения шара наоборот ускорение шара две седьмых от ускорения доски и именно этот результат теперь вспоминаем мы и получили в нашем опыте а теперь мы можем взять эту общую формулу и рассмотреть ее для случая разных тел вращения соотношение для сплошного шара здесь уже выписано а теперь возьмем тонкостенную сферу ее момент инерции составляет две трети от мр квадрате и поэтому ускорение сферы будет составлять две пятых от ускорения движущейся доски а если взять тонкостенный цилиндр ну или то же самое кольцо то здесь вся масса удалена от центра на радиус р момент инерции равен мр квадрате а ускорение будет составлять половину от ускорения движущейся доски и все это можно проверить на опыте по такому случаю я запущу на своей установке сначала теннисный шарик а потом и вот такое цилиндрическое кольцо и посмотрю что у меня получилось замедленной съемки и на графиках и вот мы видим движение шарика на графике результат несколько отклонен от ожидаемого отношения две пятых я думаю потому что у шарика не было обеспечено хорошее сцепление с доской теперь мы смотрим на обруч тут зацеплением все порядке я сделал резиновую шину и отношение два к одному выполняется с очень хорошей точностью теория работает ну и вот первый ролик из этой серии мы отсняли но нас ждут по меньшей мере еще два ролика более интересные потому что в них шар который катится по поверхности будет менять не только частоту своего вращения но и направление своей оси а пока что разные ваши соображения пишите в комментарии под этим роликом напоминаю о том что у нас существует ролик о моменте инерции ссылочка внизу и можно его посмотреть и спасибо вам большое за то что вы нас смотрите